Пятый международный рыбопромышленный форум прошел в Санкт-Петербурге. 40 стран-участниц и каждая делегация не смогла пройти мимо стенда Архангельской области. Почему, узнал Артемий Заварзин. Стенд Архангельской области на рыбопромышленном форуме привлек внимание гостей задолго до официального открытия. Оригинальное оформление и наполнение справились на 100% со своей задачей. Заявите о поморье как регионе с перспективами. Одна из них связана с рыболовецким колхозом имени Калинина. Удивительно, как бы в современных реалиях, вроде бы как импортозамещение требуется проблема с упаковкой, потому что часть наших рыбных промышленностей находилась именно на норвежских картонных упаковках. Сейчас вот колхоз имени Калинина перешли на биоразлагаемую упаковку, которая делается российскими производителями, да, в небольшом объеме, но тем не менее уже два года как. То есть, в принципе, опыт хороший. Мы презентовали вот этот опыт непосредственно министру сельского хозяйства и руководителю с рыболовством. Участники форума в рамках пленарной сессии, круглых столов, конференции и дискуссий рассмотрели актуальные тенденции в мировом рыболовстве. Диверсификация экспортных поставок, выход на новые рынки сбыта и увеличение потребления внутри страны, развитие кадрового потенциала и тренды рыбохозяйственной науки. Также обсуждались важнейшие вопросы регулирования промысла и конкуренции, законодательного обеспечения отрасли и соотношения государственных и частных интересов. Конечно же, для Архангельской области сегодня, наверное, самым важным является Северный морской путь, о чем сегодня говорили о том, чтобы мы понимаем, что Архангельск не входит сам в Северный морской путь, но логистика, транспортные доставки идут в том числе и через Архангельск. С тому очень хороший пример Доброфлот, который был в прошлом году. Поэтому мы заинтересованы в развитии порта и, соответственно, в отгрузке и принятии товара с Дальнего Востока. В целом в рыбохозяйственном комплексе области сегодня заняты более 180 предприятий и предпринимателей, а также 4 рыболовецких колхоза. И форум, несомненно, помог предметно обсудить ситуацию в отрасли и найти для наших промысловиков новые возможности выхода к потребителю и потенциальным партнерам. Артемий Заварзин, Мария Даник, Александр Кузнецов, Регион 29.